А мы продолжаем наш эфир. У нас в студии гости. Это утро с нами встречает чемпион первенства Европы по кикбоксингу Магомед Башир Баркинхоев и его тренер Мусор Кадзоев. В прошлом четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы и Евразии, победитель Кубка мира, неоднократный чемпион России и международных турниров по кикбоксингу. Доброе утро. Доброе утро. Я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. В ноябре в Черногории прошли соревнования по первенству Европы по кикбоксингу, где выступали два ваших воспитанника. И они заработали две золотые медали. Расскажите, Магомед Башир, расскажи, как тебе сам турнир, какие были у тебя соперники. Поделись впечатлениями. Турнир был очень сильный. Соперники из Хорватии, из Турции. И в финале я встретился с Россией. Бои были трудные. Еще на России вместе встречались. А вообще, насколько сложно было на первенстве? С какими трудностями вам пришлось столкнуться? Ну, естественно, когда первый раз выезжают ребята на первенство Европы, на международных соревнованиях, там нервничают. Это эмоции разные, естественно. Город, в котором прошло первенство, находится у побережья Адриатического моря. Там очень много достопримечательностей. Расскажите, вам удалось где-то побывать? Да, это город расположен в очень красивом месте. Там как бы сзади горы, спереди моря. Небольшой такой город. Очень красивый, уютный гостеприиметр. Очень красивый город. Чтобы попасть на первенство Европы, надо, насколько я знаю, одержать победу на соревнованиях в России. Расскажите об этом подробнее. Где участвовали? Как все прошло? Какие соперники были уже здесь? Ну, вот, прежде чем поехать на первенство Европы, ребята, у них был отбор на первенство России. Это проходил Красноярск, город Красноярск. И на первенство России у них были очень хорошие бои. И на первенство России бывают очень хорошие соперники. Так как, чтобы поехать на первенство России, ребята отбираются СКФО, ЦФО, ЮФО. И там простых соперников не бывает. Ну, насколько я знаю, вы уже 10 лет, да? Вы являетесь тренером по кикбоксингу. Наверное, помимо этих ребят у вас есть еще другие спортсмены, которые тоже достигли и идут к вершине Олимпа. Расскажите про них побольше. Как вообще сама работа у вас проходит? Да, помимо Башира Яхамедова, у меня еще выступали ребята на первенстве Европы, мира и на России. И становились призерами и победителями. Первенство ты выиграл. Вот мы видим и кубок, и медаль. Что дальше? Какие дальше соревнования, какие планы? Дальше. Среди взрослого мне надо выступать. Упорнее, сильно надо подготовиться. Тут уже другой этап, я как понимаю, уже сложнее, да? Да, сложнее. Да, сложнее. И еще сильнее, еще упорнее нужно тренироваться. Ну, сколько я понимаю, это разные весовые категории, да? Ну, в своем категории, весовом категории будет выступать. Просто там опытные соперники. Да, все понятно. Кикбоксинг. Расскажите, пожалуйста, чем этот вид спорта отличается от других? Что это за вид спорта? Вообще, я думаю, не все об этом знают. Расскажите, Магомед Башир. Кикбоксинг, например, в отличие от бокса, в боксе там руками работают, а в кикбоксе и руками, и ногами можно работать. Это отличается, что здесь руки, ноги можно работать. А много желающих обучиться этому виду спорта? Много ли ребят приходят к вам в секцию? Насколько я знаю, вы работаете в Кантышево, да? Да, очень много ребят, которые хотят заниматься именно кикбоксингом. В нашей республике около 35 секций, по-моему, по кикбоксингу. Магомед Башир, а вот помимо этого вида спорта, другими ты занимался? Может, есть, какой тебе больше нравится, интересен? Нет, я не занимался. Или только на это делаешь упор? Нет, я не занимался. Я занимаюсь кикбоксингом, выступаю по боксу. Но мне нравится бокс. Больше всего нравится мне. Ну, тебе повезло с тренером Амоса. Расскажите, а вот как ваш путь начинался? Ну, естественно, я, ну, как многие спортсмены, поздно начал заниматься. Но, несмотря на это, я не отчаялся и упорно тренировался. У меня было огромное желание. И благодаря своим тренерам, которые верили в меня, я смог достичь результата. В своей тренерской деятельности что вы ставите во главу угла? Какая у вас методика? И вообще, как воспитать чемпиона? Особой такой методики у меня нет. Но я всем своим спортсменам, доходчиво всем объясняю, что самое главное, что в бою нужно вкладываться на все 100%. И слушаться нужно от тренеров, так как тренер со стороны лучше видит, где ошибки, где пропускает, что нужно сделать. А в любом спорте, как бы, это трудолюбие, упорство, сила воли, характера воспитывает спортсмены. А что бы вы посоветовали ребятам, которые только стоят на этот путь, тоже хотят заниматься этим видом спорта? Тот, кто выбирает спорт, он должен идти до конца, если он хочет стать чемпионом. Никогда нельзя говорить, что я не смогу, не получится. Опускать руки, да? Опускать руки никогда нельзя. Этого не должно быть. Самое главное, он должен перебороть себя и верить в себя. Если он будет верить в себя, тогда и тренер поверит в него. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию. Мне было приятно с вами побеседовать. Я в свою очередь желаю вам удачи и, конечно же, плодотворной работы и новых побед. Спасибо вам тоже, что пригласили нас. Удачи. Спасибо. Эфир «Утро» продолжается, и не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»